МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые любители самбо! Мы с вами находимся в универсальном спортивном комплексе «Дружба». Мы с вами буквально через несколько минут увидим открытие, а за ним и финалы Суперкубка мира по самбо-мемориалу Анатолия Аркадьевича Харлампиева. Данную трансляцию мы с вами можем смотреть при поддержке фонда развития и поддержки самбо. А сейчас я передаю слово нашему специальному корреспонденту Наталье. У нее блиц-интервью. Здравствуйте! Рядом со мной находится человек, который лично знал Анатолия Аркадьевича Харлампиева и присутствовал на первом турнире Суперкубка мира. Расскажите, пожалуйста, как за эти годы изменился турнир? Я должен сказать, что он изменился и по своему названию. Если раньше это просто назывался турнир памяти Анатолия Аркадьевича Харлампиева, прошел он первый раз в 79-м году, потому что Анатолий Аркадьевич ушел из жизни 16 апреля 79-го года. Буквально через полгода стали проводить турниры в его память. По названию, во-первых, сегодня это Суперкубок, Мемориал Харлампиева. Ну, во-вторых, этот турнир проходил тоже в этом же Зане, я помню. Но вот этих вот всех рекламных щитов не было, не было. Вне Шторбанка не было, не было других щитов. Был просто один щит, турнир памяти Харлампиева и со всеми, так сказать. Ну, правда, была такая программка, в которой было написано, кто такой Анатолий Аркадьевич, чем он занимался, почему мы проводим. Ну, я думаю, что я не открою какого-то новых каких-то информации, не дам какую-то, что Анатолий Аркадьевич это был тот человек, который стоял у истоков зарождения самбо, который совместно со своими товарищами по работе сделал так, что самбо стало сначала признанным в Советском Союзе. В 1938 году был издан распоряжение, указ о признании самбо как вида спорта. В 1966 году самбо было вот 30 лет, за 30 лет самбо стало международным видом спорта. Сегодня Анатолий Аркадьевич дожил до тех пор, когда самбо начало выходить на международную арену. В 1966 году он был жил. Я думаю, что вот эти турниры 73-го года, чемпионат мира по самбо 73-го, чемпионат Европы по самбо 72-го, Анатолий Аркадьевич уже воспринимал как плоды своего труда, который он вложил, ну, считайте, что с 30-го года до по 80-го, 50 лет. То есть помогал развиваться самбо на международном уровне? Конечно, не только на международном. Во-первых, Анатолий Аркадьевич внес большой вклад, я бы сказал, ощутимый вклад и, может быть, самый весомый вклад в создание самбо как вида спорта. Это не так просто тоже. Пришли, давайте будем заниматься самбо. Так не бывает. У Истоков стоял Ощепков, у Истоков стоял Спиридонов, у Истоков стоял Анатолий Аркадьевич, у Истоков стоял Евгений Михайлович Чемаков, Васильев и ряд других людей. Пусть простят меня, что я их не назвал по фамилиям. Потом это превратилось в массовый вид спорта, который охватил весь Советский Союз, все республики занимались. Потом начали заниматься во всем, ну, не во всем мире. Болгария, Бонголия, Япония начали заниматься. А потом сейчас это стало чемпионатом мира. И сегодня мы вообще говорим о том, что самбо пора включать уже в Олимпийские игры. Спасибо большое. А мы продаем слово нашему комментатору. Итак, буквально через несколько минут мы вновь вернулись в зал Дружба. Через несколько минут у нас начнутся финальные встречи. Перед этим будет торжественное, конечно же, открытие с присутствием наших почетных гостей. И вообще зал Дружбы, конечно, просторный и светлый. И борьба с 10 утра здесь шла на трех коврах. Пяти весовых категорий среди женщин, пяти весовых категорий среди мужчин. Женщины боролись в весовых категориях до 48, 56, 64, 72 и свыше 82 килограмм. А мужчины боролись в весовых категориях до 52, 62, 74, 90 и свыше 100 килограмм. И сейчас мы последовательно, начиная с женщин, поочередно увидим все эти финальные встречи. Напомню, что с 10 утра шли предварительные схватки. Очень напряженные, очень такие бескомпромиссные. Почему? Потому что по системе Кубка Мира все этапы... Напомню, что у нас их шесть этапов в этом году проходят. Это третий этап по счету. Так вот, все этапы разыгрываются по Олимпийской системе и без утешительных встреч. Только лишь проигравший в полуфинале спортсмен разыгрывает с другим проигравшим спортсменом очки за третье место. Награждение будет по итогам полуфинала два третьих места, но очки между ними разыгрываются. А сейчас мы вновь передаем слово корреспонденту нашему Наталье. А рядом со мной находится пятикратный чемпион СССР по борьбе с самбо Евгений Леонидович Глариозов. Евгений Леонидович, я знаю, что Анатолий Аркадьевич Харлампиев был вашим тренером. Расскажите, какой он был как человек, какой он был как тренер? Дело в том, что Анатолий Аркадьевич Харлампиев был тренером моего тренера Евгения Михайловича Чумакова. И он тренировал меня тоже в составе сборной команды СССР и буревестника. Но меня с Анатолием Аркадьевичем связывают такие фундаментальные воспоминания, которые сформировали и меня как человека. Простой пример. В 1957 году была проведена студенческие игры для молодежи. И я, как студент МГУ, организовал первую в истории дзюдо встречу сборной СССР Швейцарии и Советского Союза. И мы, студенты СКИФа, боролись. Боролся Шульц, Степанов, Илья Цыпурский. И нами руководил Евгений Михайлович Чумаков. Мы победили швейцарцев под дзюдо. Но Анатолий Аркадьевич Харлампиев в беседе за кулисами потом уже назвал меня Иудой. И это осталось для меня на всю жизнь. Но ровно через год он вызвал меня к себе и сказал, «Женя, пришло приглашение с Грузии на первенство Грузии по национальной борьбе Чидауба. Я хочу, чтобы ты поехал туда». И вот после этой Иудиной встречи, это награда была для меня как-то вот... В этом был весь Харлампиев. Он тогда, когда дело касалось вообще самбо, он был жесток и непримирим. И он в этом деле был, конечно, для нас образцом. Ну и, конечно, Анатолий Аркадьевич Харлампиев, это, понимаете, он вкусил все прелести, которые прописаны в Библии. У него были взлеты, были падения, были ученики, которые предавали его. Но были ученики, которые добивались огромных результатов, просто блестящих. Его два студента были чемпионами Советского Союза. Это большое, большое достижение. И поэтому Анатолий Аркадьевич вкусил все. Он вкусил и хулу фарисеев. Он вообще, он был человек со всеми его достоинствами и недостатками. Спасибо большое. Спасибо. А мы передаем наше слово Михаилу Мартынову. Итак, буквально скоро состоятся схватки по спортивному самбо. Напомню, что завтра будут разыгрываться еще четыре весовые категории по боевому самбо. Это очень и очень интересно. Приглашаю всех зрителей прийти в зал Дружба и, конечно же, посмотреть нас в прямом эфире. Также мы завтра выходим в прямой эфир. VTB Today is more than 30 companies located in 20 countries worldwide. When we act together, distance and time are not barriers. When we unite our efforts, we discover new opportunities. VTB World Without Barriers. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 самбо в России. И сегодня первому хотелось бы предоставить слово человеку, которого вы хорошо знаете, префекцию Центрального административного округа города Москвы, президенту Федерации Самбо Москвы, первому вице-президенту Всероссийской Федерации Самбо Войдокову Сергею Львовичу! Уважаемые участники, тренер и студийская коллегия, уважаемые зрители, уважаемые ветераны, дорогие гости, я хочу вас от всей души поздравить с очередным хорошим, известным праздником Самбо в Москве. 31-й раз в Москве в зале Дружба Олимпийского комплекса Лужники проходит турнир Мемориал Анатолия Аркадьевича Харлампиева. Это один из самых массовых, один из самых представительных этапов Кубка Мира, и не случайно Международная Федерация Самбо присвоила этому этапу Кубка Мира статус Суперкубка Мира. Конечно же, мы благодарны участникам этого турнира, которые фактически прославляют турнир своим мастерством, уровнем представительства, и конечно же, количеством стран, которые представлены на этом турнире. 26 стран прислали свои сборные для участия в этом турнире. Сегодня традиционно были возложены цветы на могилу одного из самых известных основателей самбо Анатолия Аркадьевича Харлампиева. И мы сегодня выражаем благодарность, вспоминая Анатолия Аркадьевича за то, что он сделал, и благодаря кому мы сегодня действительно проводим серьезные соревнования по самбо. Я хотел бы от всей души поблагодарить всех тех, кто принимал участие в организации этого турнира. Международную федерацию самбо и президента Международной федерации самбо Василия Борисовича Шостакова. Российскую и Европейскую федерацию самбо, которая возглавляет Сергей Владимирович Елисеев. Я бы хотел поблагодарить руководство Олимпийского комплекса Лужники Владимира Владимировича Алешина, Бориса Мегрилидзе. Это наши гостеприимные хозяева, которые уже который год встречают этот турнир и создают все необходимые условия для блестящего проведения турнира. Но, конечно же, главный именинник сегодня турнира это борьба. Это борьба, которую мы увидим прекрасные схватки, красочные зрелища, азарт, борьба, все то, что действительно украшает наш с вами любимый вид спорта. И от всей души желаю вам этому турниру еще много-много лет жить и прославлять этот замечательный вид единоборств самбо. Я желаю всем участникам хорошей и красивой борьбы, зрителям хорошего и красивого зрелища. И позвольте мне, как председателю оргкомитета по проведению турнира мемориала Анатолия Аркадьевича Харлампиева турнир объявит открытым. Спасибо Сергею Львовичу. Ну а теперь слово предоставляется президенту Всероссийской Федерации Самбо и в Европейской Федерации Самбо Елисееву Сергею Владимировичу. Добрый вечер уважаемые друзья, добрый вечер уважаемые спортсмены, добрый вечер уважаемые судьи и любители нашего прекрасного вида спорта самбо. Мне сегодня как руководителю Всероссийской Федерации Самбо хотелось вас всех поприветствовать, пожелать вам сегодня хорошего вечера, посмотреть прекрасные поединки и конечно хочу поблагодарить всех наших руководителей национальных федераций моих коллег, которые приехали сюда на этап Кубка мира Мемориал Анатолия Аркадьевича Карлампева. Это президенты Федерации Самбо Южной Кореи, Эстонии, Черногории, Франции, Украины, Турции, Таджикистана, Румынии, Монголии, Молдовы, Марокко, Литвы, Ливана, Латвии, Киргизии, Казахстана, Италия, Грузии, Греции, Болгарии, Беларуси, Армении, Азербайджана и Австрии. Это те люди, которые сегодня активно развивают наш вид спорта и сегодня присутствуют здесь, привезли их своих спортсменов и принимают участие в нашем турнире. Поздравляю вас с праздником и желаю хорошего вечера. Ну а прежде, чем мы с вами увидим, ради чего мы здесь собрались, те самые интересные схватки, есть много приятных моментов в мире самбо. Есть люди, которые долгое время провели самбо и отмечают даже юбилей. И для того, чтобы их наградить, мне хотелось бы пригласить сюда Сергея Владимировича и Сергея Львовича для награждения этих замечательных людей. Для награждения в свой юбилей в 50 лет в этом году сюда приглашается президент федерации самбо Свердловской области. Ашихин Виктор Владимирович. Мы все хотим его поздравить с этим замечательным событием за то, что он всего себя вложил в самбо. Также в этом году 70 лет исполнилось многократному чемпиону мира по самбо призеру Олимпийских игр Кузнецову Виталию Яковлевичу. Его сейчас нет среди нас, он не здесь, но ему передадут все наши поздравления. Давайте аплодисментами наградим его за то, что он столько лет вместе с нами. Но это еще не все. Большую поддержку федерация самбо развивает и предоставляет школам Москвы. И сейчас мне хотелось бы пригласить те заведения, которые будут награждены нашими представителями. Итак, встречаем. Детский оздоровительный образовательный центр Юго-Восточный. Спортивный клуб Самбо Мария. Общероссийская общественная спортивная организация инвалидов. Средняя общеобразовательная школа номер 457. Средняя общеобразовательная школа номер 1240. Средняя общеобразовательная школа номер 59. Творец детского творчества на Меусы. Спортивный клуб Самбо на Сущевке. Спортивный клуб Риха. И спортивный клуб Самбо Мещанский. Всем им будут вручены сертификаты. И по этим сертификатам Эти организации получат инвентарь для своих школ. Вот такое вот награждение происходит у нас каждый год. Очень достаточно благотворительная акция. Десяти клубам города Москвы дают сертификаты на приобретение ковров или же иной какой-нибудь другой спортивной формы, инвентаря и другое материально-техническое оборудование. Ну что ж, буквально через несколько минут начнется сам чемпионат. Но для того, чтобы все свершилось, нужно, конечно же, завершить открытие. Парад на выход! Шагом марш! Сейчас после вот этого достойного парада девушек с табличками странно-участников Суперкубка мира Мемориала Харлампева мы увидим еще и показательную программу. Различная будет программа и самбийские номера будут, да и не только самбийские номера. Ну, конечно же, этот турнир не просто спортивный турнир. Это, конечно же, еще и место, ежегодное место встреч ветеранов. На турнир каждый год приходит большое, огромнейшее количество ветеранов, которые всю свою жизнь удали самбо, начиная со школьной скамьи, кто-то со студенческой скамьи. Самбо у нас выходило из студенческой среды. Именно поэтому у нас такое большое количество различных кандидатов наук, профессоров, академиков. Достаточно сказать, что вице-президент Академии наук России Лаверов является мастером спорта по самбо. Нам это очень приятно, мы гордимся, что в наших рядах есть такой человек. И, конечно же, все эти ветераны каждый год всегда сюда приходят, с большим удовольствием встречаются, общаются друг с другом. Кто-то не виделся по несколько лет, им есть что рассказать, а кто-то и по несколько десятков лет. Можно видеть, конечно, интересные встречи среди ветеранов, их беседы. Давайте посмотрим небольшие показательные выступления от коллектива под руководством Юрия Сверчкова. Встречайте их бурными аплодисментами. Первое выступление национальные виды борьбы. А вот как раз и выступление по национальным видам борьбы. Ну, по-моему, судя по участницам, это будет не борьба, а танцы, скорее всего. Ну, по-моему, судя по участницам, это будет не борьба, а танцы, скорее всего. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну, вот, конечно же, Чидаоба, грузинская борьба, конечно же. Как без нее? Традиционная грузинская борьба, конечно, она отличается тем, что вот, пожалуйста, глубокий захват на спине, гадавля он называется, и продемонстрировал хороший бросок Иван Морозов. Надо сказать, что это воспитанники школы «Самбо-70», знаменитой нашей школы московской, воспитавшей огромное количество чемпионов мира и Европы. И у нас на подходе следующий национальный танец и вид борьбы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот национальная узбекская борьба, и ее уже нам демонстрируют воспитанники детской юношеской спортивной школы номер 9. Традиционная у них борьба на поясах. Обращаю ваше внимание, что все захваты выполняются, все броски выполняются из захвата за пояс. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну это у нас уже китайские мелодии. Дима Торзок 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 Хочу обратить ваше внимание, что все национальные танцы исполняют одни и те же девушки. Это в воспитаннице Российского государственного университета физической культуры и спорта. Настоящие профессионалы. Субтитры создавал DimaTorzok И вот это прелестные китайские танцорщицы вывели на схватку китайских борцов. Это Ушу Саньда. Очень даже напоминает нашу самбо, но, как сказал Анатолий Аркадьевич Карлампиев, часть не может быть больше общего. И китайская Ушу Саньда также является составной частью большого разнообразия самбо. Анатолий Аркадьевич Карлампиев Анатолий Аркадьевич Карлампиев Анатолий Аркадьевич Карлампиев ВТБ 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 Встречайте еще один номер, который носит очень интересное название. «Чистый бросок». ВТБ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И в завершение нашего выступления Хотелось бы поблагодарить Многотысячную аудиторию Субтитры подогнал «Симон» 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 VTB World Without Barriers